Свинина, говядина, картофель, сахар, свекла, яблоки. Всего в списке социально значимых товаров порядка 15 пунктов. Сегодня, как отметили на заседании правительства, в республике наблюдается рост цен на товары, не вошедшие в этот список. Учитывая потребительские свойства и социальную значимость указанных продовольственных товаров, возникает объективная необходимость осуществления государственного регулирования цен на данные виды продовольственных товаров в случае резкого увеличения цен. Государство планирует также осуществлять поддержку отечественного производителя. В частности, по новым правилам торговли на территории Приднестровья предлагается ввести обязательную норму для продажи продуктов приднестровского производства. В магазинах площадью свыше 100 квадратных метров должно быть не менее 25% приднестровских товаров из всего ассортимента продукции. При этом отечественные товары не должны уступать по качеству импортным. К сожалению, зачастую те товары, которые предоставлены в крупных торговых организациях, ассортимент производимых на территории Приднестровья, он небольшой и использованы не все возможности внутреннего производителя. По нашему мнению, данное постановление позволит и поддержать внутренних производителей товаров на территории Приднестровья, а также обеспечить защиту прав потребителей и обеспечить спрос и возможность на приобретение товаров внутреннего производства. Изменятся требования и для частных медицинских учреждений. К примеру, сегодня для получения лицензии одно из условий – наличие врача высшей категории. Но ситуация складывается таким образом, что после того, как частные клиники получают разрешение на свою деятельность, высококвалифицированные специалисты увольняются. В итоге страдают пациенты. Очень часто бывает, что в тех или иных частных медицинских структурах производится медицинское обслуживание. По факту ненадлежащего медицинского обслуживания в Министерство здравоохранения поступает определенное количество жалоб. А когда мы проводим проверки, мы понимаем, что там работают сотрудники, которые не соответствуют первично заявленным критериям для получения лицензии. Еще один вопрос повестки заседания правительства – предоставление бюджетных мест в госуниверситете для спортсменов. По словам начальника профильной госслужбы, сегодня победители и призеры мировых первенств. В том случае, если они хотят получить диплом по неспортивной специальности, вынуждены уезжать на учебу за пределы Приднестровья. И только единицы возвращаются обратно. Зачастую основным фактом является возможность поступить вне конкурса на бесплатное обучение, которое предоставляют практически все государства обычного СНГ. Ведущие вузы других государств буквально ведут охоту за нашими спортсменами. Таким образом поднимают рейтинг своих учебных заведений. Правительство поддержало инициативу профильной госслужбы. Сошлись на количестве 10 квот на бесплатное обучение в ПГУ. Таким образом, у спортсменов появится возможность получать образование на родине и не уезжать за границу.